К нашему эфиру присоединяется Вадим Мажейко, белорусский политический аналитик, редактор белорусского ежегодника. Я вас приветствую в эфире Freedom, Вадим. Добрый день. Вы вот как вообще рассматриваете эту идею с контртеррористической операцией? На самом ли деле Лукашенко чувствует угрозу? Такая вероятность, я не знаю, насколько допустима, но вместе с тем, если он подыгрывает Кремлю, то в чем же суть этой игры? Потому что на самом деле странно, что Беларусь заявляет о том, что ощущает какой-то дискомфорт. Смотрите, я думаю, здесь есть две составляющие. Во-первых, это действительно совершенно верно, Украина разгадана. Это постоянный блех, который Лукашенко продолжает уже с самого начала полномасштабной агрессии России против Украины. Постоянные раскаты о том, что вот-вот, смотрите, вот какие-то угрозы сейчас в Беларуси мы чувствуем, поэтому будем стягивать войска к границе. В общем, все для того, чтобы Украина боялась, что сейчас начнется какое-то наступление с севера. Соответственно, отводила как можно больше войск непосредственно от тех мест, где они воюют с россиянами. Отводила их, чтобы эти войска просто стояли на северной границе Украины с Беларусью. Это, в общем, совершенно очевидная цель этого блеха. Она все эти годы не меняется. Что приятно, так это то, что меняется, конечно, украинская риторика, восприятие этого. То есть если, я, соответственно, сужу бюджет через призму украинской медиа, если, там, условно, первый год, в счетность второго года войны, из Украины мне, значит, звонили и спрашивали, ну что, Вадим, сейчас будет полное вторжение с Беларусской армией Украины? Ну, и я рассказывал ей, что нет, что это блех, и зачем он нужен. То сейчас мы видим, собственно, украинские официальные спикеры, в общем, на это и говорят, прекрасно видят, что это опять очередной блехс. И, собственно, почему очередное обострение нужно именно сейчас, и выглядит довольно очевидно, потому что дела на фронте Украины выглядят очень даже и неплохо. Мы видим, что Украина наступает непосредственно в Украинской области, то есть на международной признанной территории России. Россия, впрочем, все эти дни не способна держать это наступление. Соответственно, Россия заинтересована, чтобы именно сейчас украинские войска не ездили там на подмогу своей в Украинскую область, а чтобы все они желательно пошли куда-нибудь к границе с Эбеломичем. И это одно очень, мне кажется, понятное, вполне рациональное объяснение, почему здесь у Лукашенко надо в очередной раз поднимать градус. Ну а с блефом оно ведь всегда так. Когда блефуешь и делаешь это два года подряд, каждый раз приходится что-то новое изобретать. Просто сказать, что у нас учения опять очередные на границе, ну этим уже ни у кого не удивишь, не напугаешь. Само приходится придумывать что-то новое. Ну а, собственно, вторая причина в том, что Лукашенко и сам заинтересован привлечь больше внимания человеков к границе. У него есть, как сказал, вполне понятные причины для беспокойства. Потому что мы, собственно, по принципу наступлению в Курской области, я политический аналитик, не военный, поэтому я ничего не могу сказать в военном смысле. Но в политическом смысле я явно вижу, что Украина, в общем, ничем не сдерживает себя тем, потому что это, в общем, вполне можно признать территорию России, спокойно берется наступать. И в такой ситуации представить, что Украина перестанет себя сдерживать, и решить, что вполне нормально, и через территорию Беларуси, например, наступать на Россию. Возможно такое? Теоретически, как будто бы возможно. Есть причины, которые будут Украину от этого сдерживать? Да, есть. Но неделю назад казалось, что есть и причины, по которым Украина не строгается в Курской области. Поэтому в такой ситуации Лукашенко, конечно, действительно заинтересован всем этим блефом, в том числе, правда, насколько возможно, безопасить свою границу. И мне кажется, если глядя на происходящее в Курской области, на то, насколько безответственно Россия относилась к охране своей границы, что действительно все было настолько слабо, что было так легко наступиться, то, думаю, в такой ситуации совершенно рациональный вывод страны Лукашенко подумать как-то чуть больше над защитой собственной границы. Понимаете ли, тут дело в том, что такая ситуация, что Россия напала на Украину. Такой нюанс, который, я думаю, кардинально меняет ситуацию. И, наверное, для Лукашенко также мог бы кое-что прояснить. Не считаете ли вы... Это слово для России. Агрессор? Ну а Украшенко-СО агрессор, предоставивший территорию. И в этом смысле, вот где проходит Красная линия для Украины, очевидно, что, скажем так, очевидно, что на последнюю неделю Красная линия как-то немножко двигается. И когда Лукашенко проверит на себе, а вот насколько именно она сейчас видит, он, наверное, просто так надеется, что она не сдвинется, он вполне допускает, что не готов. И правда, этим может быть и беспокоит. Ну, тем более, что это выглядит вполне реальной угрозой. И в этом смысле, да, опять же, одно дело, там, не знаю, вторгнуться и прямо начать к Кремлянскому территорию Беларуси. Другое дело, использовать территорию Беларуси, чтобы через нее вторгнуться в Россию. У вас очень такое. Вот не знаете, Ваше мнение интересное по такому поводу. Как Вы считаете, Лукашенко еще каким-то образом заботится о своем имидже перед электоратом? Он как-то пытается еще набрать баллы? Или ему абсолютно все равно, что думают люди? Просто не может ли это выглядеть, как некоторая, знаете, наработка баллов, для того, чтобы ему потом это учлось, что вот, я-то наши границы защитил? Я почему-то думаю, что это именно так и будет подаваться потом для беларусов. Мол, если бы я не защитил нашу территорию, Минска бы уже не было. Скорее всего, вот, похожая риторика ведь будет потом. Ну, смотрите, здесь, в общем, я с вами совершенно согласен. Лукашенко, конечно, в какой-то степени, как любой диктатор всегда заинтересован, все-таки желательно выглядеть в глаза общества не просто диктатором, сидящим на штыках, а как-то изображать из себя какую-то, знаете, заботу, что-то хорошее. Все диктаторы это в какой-то степени стараются. Опять же, не потому что они такие человеколюбивые, а просто потому, что так оно как бы эффективнее с точки зрения диктатуры. И в этом смысле Лукашенко, конечно, волнует общественное мнение. И Лукашенко, собственно, прекрасно знает ту же социологию, которую знаем все мы, что, безусловно, белорусы настроены против войны, белорусы не заинтересованы никаким образом в участии Белоруссии и белорусской армии в войне. И это консенсусное мнение не зависит. То есть его разделяют и те, кто поддерживает Украину, те, кто поддерживает Россию. В любом случае белорусы не хотят, чтобы Беларусь была втянута в войну. Это, в мой взгляд, довольно логично. Только безумцы хотят, чтобы их страна срочно оказалась в войну втянута. И в этом смысле, конечно, Лукашенко как раз заинтересован всячески выставляет себя грантом мира, безопасности, чтобы никто не думал о Лукашенко как, собственно, срегрессора. Собственно, именно благодаря нахождению у власти которого стало возможным нападение на Украину в Север, стали возможны все военные преступления, например, в Буче. То всё это произошло именно потому, что при власти Беларуси остаётся Лукашенко. Очевидно, что белорусские демократические силы никаким образом ни в чём подобном никогда бы не были заинтересованы. И именно Лукашенко, находящийся в зависимости от России, благодаря российской поддержке, удерживающей свою власть, конечно, совершенно всё это Учину и позволил. Но ассоциироваться с этим он не хочет. Он хочет ассоциироваться, конечно, с мирными переговорами, всё, как он любит. Он хочет выставлять себя миротворцам. Он хочет показывать, что только благодаря ему вообще в Беларуси нет войны. А желательно ещё для Лукашенко, конечно, убедить Украину, что это только благодаря ему в Украину не оставляется северо-беларусской армии. Отсюда вот этот нарратив, то якобы Путин давит на Лукашенко, что Лукашенко вступил в войну, а Лукашенко этому якобы сопротивляется. Совершенно ложный. Бутинский нарратив, он направлен именно на это, что Лукашенко воспринимали как гаранты безопасности. Очень хорошо, что со временем этот нарратив выдаётся развенчивать. Довольно очевидно, насколько противоречит реальности то, что Лукашенко является ассо-агрессором. Но, конечно, Лукашенко этот нарратив продвигается. Старается. Нельзя сказать, что это совсем уж удаётся, но в то же время, конечно, с каждым годом войны этот нарратив мы разрушаем, жизнь разрушает. Ну, а я в эфире «Фридема» каждый раз отношу свою посиленную в эту часть. Благодарим вас за это, Вадим. И благодарим за то, что вы присоединились конкретно к сегодняшнему эфиру. Вадим Мажейко, белорусский политический аналитик, редактор белорусского ежегодника, был с нами на связи. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала «Фридема» круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте «Фридем» самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.